Здравствуйте! Это программа «В центре событий». Меня зовут Ефим Ишимцев и коротко об основных темах выпуска. От цифровизации телевидения до учреждений культуры на вопросы югорских журналистов ответила губернатор Наталья Комарова. За несогласованную оптимизацию спорт-объектов главу управления физической культуры Шамиля Лукманова сняли с поста. Покорили берлинского зрителя. Сургутский музыкально-драматический театр вернулся с гастролей по Германии. От волонтерских центров до больших инвестиционных вливаний. 53 вопроса задали журналисты Югры и не только губернатору Наталье Комаровой на ежегодной пресс-конференции в Ханты-Мансийске. Присутствовала там и съемочная группа «Сургут интерновостей», внимательно следя за событиями. Не надо тихо умирать, давайте покричим немного. Так Наталья Комарова прокомментировала беспокойство представителей муниципальных СМИ о том, что в связи с переходом на цифровое вещание их закроют. Губернатор отметила, что не должны страдать в первую очередь потребители услуги, зрители. Сейчас с участием правительства решается вопрос, как помочь муниципальным СМИ. Будут ли это врезки на каналах или окружная ТРК станет координатором всего муниципального контента, давая площадку, пока неизвестно. Нашим зрителям беспокоиться не о чем. Телерадиокомпания «Сургут интерновости» вещает круглосуточно. И все наши продукты вы можете увидеть на канале «Сургут-24». В нашем регионе только две сургутских телестудии, частная и муниципальная, имеют возможность освещать в течение 24 часов. А это один из базовых требований. Остальные все в пределах трех часов. А это базовое требование для того, чтобы оставаться в этой системе. Поэтому сейчас мы одновременно, пробивая возможности для того, чтобы Югра осталась в общем формате, в том числе цифрового вещания, прорабатываются вопросы организационные и финансовые для того, чтобы определиться с местом муниципальных компаний в этой новой системе. 500 миллионов рублей округ выделяет на датирование билетов, но положение дел не изменилось. Так Комарова ответила на вопрос федеральных СМИ о помощи авиакомпании «ЮТР». Сейчас в регионе должна активно развиваться система внутренних транспортных перевозок. До декабря должна быть закончена работа. Она простая, линейная. Состоятельность следующего попросила, как обычный человек, пользующийся услугами этой авиакомпании. И проживающий в Югре. Она попросила создать такую маршрутную сеть, которая бы отвечала на запрос каждого человека. Или максимально большого количества людей. Независимо от того, где они проживают. В Крышике, в Саркуте, неважно. Комментируя проходящие в регионе стратегические сессии по приоритетным национальным проектам, Наталья Владимировна отметила, что такой формат позволил со всех сторон рассмотреть проблему непрофильными профессионалами. И взгляд со стороны оказался свежим и креативным практически по всем пунктам. Культура, кстати, тоже считается одним из приоритетов. И вопросы по строительству новых ДК и театров последовали. Глава региона совсем не против, чтобы такие объекты появились. Но для этого нужно, чтобы власти на местах тоже сочли их первостепенными. Но пока, как правило, во главу выходит проблема ветхого жилья или строительства медучреждений. В этой программе я участвую, в этом не участвую, на это не претендуем, на это не претендуем. Здесь нам нужна помощь регионального правительства. Окружные программы должны формироваться так, чтобы не создавать очередь. К такому выводу пришло правительство региона после приостановки программы «Доступное жилье молодым». Тогда желающих заявилось столько, что субсидий всем не хватило. А пока люди ждали новых поступлений, они уже переставали попадать под категорию «Молодая семья». Обсуждая вопросы, важные для всего региона, журналисты не смогли не обратить внимания на болевые точки в своих городах. Например, про ботанический сад в Сургутском парке за Саймой, который могли вырубить. Первое и главное, там вообще не о чем было говорить, потому что нет сургутского ботанического сада. Есть понятие, есть общественное представление, есть упоминание где-то в средствах массовой информации. Нужно статус соответствующий ему оформлять и затем уже, не дай бог кто-то покусится. На мой профессиональный взгляд, вы не отстояли Сургутский ботанический сад. И этим надо заниматься профессионально. Если надо, моя помощь, обращайтесь. Ну, как частное лицо. В регионе капиталоемкий и дорогой бизнес, отметила глава региона. Инвестиционная политика работает хорошо. Это видно на примере захода Северстали в Сургутский район. Однако в части туризма у правительства округа есть недовольство к профильным специалистам. Можно продавать туры, в том числе, не только на какие-то культурные события в Югре, но и чтобы туристы любовались на оригиналы картин в наших галереях. Возможностей много, но не продали. Во время финального Блица глава региона отметила, что к должности губернатора она относится как к работе, а не как к мечте. Что в их недавней встрече с президентом России Владимиром Путином не было моментов неизвестных прессе. И что Хантамансийску нужно вернуть статус биатлонной столицы. Больше 40 вопросов. Как минимум 60 журналистов. 8 тысяч зрителей следили за конференцией онлайн. Наталья Комарова отвечала на вопросы 3,5 часа, чтобы ни один из них не остался без ответа. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Состояние учреждений культуры обсуждали и в Думе города. Оказалось, что в Сургуте только один храм искусств доступен для инвалидов. Это галерея стерх. Вместе с организацией лиц с ограниченными возможностями администрация составила перечень из 13 объектов, где нужно обеспечить доступную среду. В 36 учреждениях это сделано частично. Например, в Сургутской филармонии в 2018 году на установку пандусов и поручней было выделено больше 27 миллионов рублей. Но условия контракта подрядчик нарушил. Свои обязательства не выполняет, нарушает все сроки, поэтому принято решение с ним договор расторгать. Причем в добровольном порядке он не хочет это сделать, приходится в судебных органах с ним расторгать этот договор. Работы сегодня не ведутся. Но, к сожалению, так получается, что подрядчики, выходящие на этот объект, оказываются недобросовестными. В музейном центре ситуация находится также в подвешенном состоянии. После того, как поменялись требования к учреждениям культуры и расположение в них средств для инвалидов, в Краеведческом музее возникли вопросы к проектной документации. Несогласованность возникла в части перильного ограждения в залах для маломобильных граждан. С подрядчиком также договор расторгли. Теперь нужно изыскать средства для корректировки сметы. Естественно, когда приходим в итоге, в конце года, к тому, что деньги не были освоены и доступную среду мы не получили, естественно, возникает вопрос. Подождите, мы бы взбодривали деньги, могли бы сделать что-то сейчас совершенно другое и более качественное. Около 400 тысяч рублей будет выделено в 2019 году для финансирования экспертизы по Краеведческому музею и Дому пионеров. По минимальным требованиям каждое учреждение культуры должно быть обеспечено хотя бы одним видом доступной для инвалидов инфраструктуры – пандусами, перилами, съездами, санузлом. Руководитель управления физической культуры и спорта Сургутской администрации Шамиль Лукманов отстранен от исполнения своих обязанностей. Такое решение принял глава города Вадим Шувалов. Причиной стал результат проверок спортивных школ и секций Сургута. Так оказалось, что в ведомстве не проинформировали тренеров, преподавателей и родителей, чьи дети занимаются спортом, о предстоящей оптимизации. Около двух недель назад спортсмены и наставники направили губернатору Югры обращение с просьбой отправить начальника управления спорта города в отставку. Авторы письма обвинили Шамиля Лукманова в непрозрачной кадровой политике, ненужной реорганизации учреждений спорта и даже криминальном прошлом. Разбираться в ситуации в наш город приезжал новый директор профильного департамента правительства автономного округа Сергей Артамонов. А накануне было принято решение о пока временном отстранении Шамиля Лукманова от работы. Мною принято решение полностью остановить реорганизацию спортивных учреждений города, не трогать сложившихся коллективы и спортсменов. Вадим Шувалов добавил, что была проведена проверка информации, указанной в обращении по поводу криминального прошлого чиновника и профнепригодностью работников управления. Она, по словам градоначальника, не подтвердилась. В то же время, по словам главы города, он намерен сделать из сложившейся ситуации серьезные выводы и принять управленческие решения. Небывалый успех. Сургутский музыкально-драматический театр вернулся с гастролей, которые проходили в Германии. На каждой из постановок югорских актеров ждал аншлаг и овации. А одним из итогов поездки стала договоренность о создании совместной театральной постановки. Дмитрий Круковец расскажет подробнее. Крупнейший театр Югры вновь в Германии. Покорили сцену Берлина сургутские деятели культуры уже в пятый раз. Зрителям представили драму «Украденное счастье», спектакль-концерт 20-е столетие «Бонус-трек» и музыкальный спектакль «Царевна-легушка». Наш театр гастролирует в Германии каждый год. Нас принимает сцена Русского дома науки и культуры. Это представительство Россотрудничества ФРГ. Нас уже там ждут, знают. Каждый год мы привозим репертуарные спектакли, премьерные на сцену Русского дома. И публика настолько уже полюбила наш театр, что спектакли, билеты на них разбираются за месяц. До, собственно, гастролей. В поездке предшествовала большая подготовка. В Германию труппа отправилась из Сочи, где проходил федеральный фестиваль «Театральный Олимп». Там, к слову, СМДТ был признан победителем в нескольких номинациях, в том числе за креативность режиссерской идеи и лучший спектакль для детей. Потому в Берлин сургутяне поехали с хорошим настроением и признанием на национальном уровне. В этом году наша машина была 6-метровая, 32 куба. Пересекаем границу как русскую, так и европейскую. Мы по корнету АТА. В этом году наш корнет составил 800 единиц материальных ценностей, куда входят световое оборудование, звуковое, музыкальные инструменты, реквизит, костюмы. На спектаклях в Сургутского музыкально-драматического театра свободных мест в зале не было. Успехом пользовались и детские постановки, и спектакли для взрослых. И после каждого зал провожал актеров стоя. Взрослые особенно, потому что дети удивляться привыкли и открывают для себя мир новый каждый раз. А вот взрослого удивить сложнее. И взрослые там, в Германии, очень любят театр наш, потому что мы из года в год их удивляем. Профессионально, действительно хорошо сделано. Хореография очень-очень хорошо. Ансамбль играл вдохновляюще. Немного жаль, что концерт шел на русском. Я бы даже сказал, что почувствовал, как поднимает паруса корабль русской культуры. Конечно, это современный концерт. Мне это действительно доставило удовольствие. Я наслаждался. Юбилейный недельный тур Сургутского театра в Германии прошел под эгидой «Десятилетие детства в России». Особенность в том, что в рамках гастролей в Берлине прошел первый фестиваль чтецов среди детей. Участниками стали почти сто ребят. Прослушивание проходило два дня. И, конечно, поразил репертуар, который был предложен нашими детьми и подростками. Поверьте, это был... Просто удивляться, диву даешься. Это был Достоевский, стихи Достоевского. Понимаете? Ну, это же надо действительно копать тогда литературу, чтобы... И в этом, конечно, участвовали родители, учителя. Каждый ребенок получил диплом, подарок из Югры. Надо сказать, что берлинские дети уже знают Югру, потому что каждый раз после детского спектакля, который является главным подарком всем детям берлинским, мы проводим акцию «Югорская шишка», когда настоящую сибирскую шишку кедровую получает каждый ребенок. Еще одним итогом юбилейных гастролей Сургутского театра в Германии стало соглашение о совместной работе над постановкой с Высшей школой театрального искусства Эрнст Буш. В феврале 2020 года в Сургуте начнут ставить спектакль по одному из произведений Фридриха Шиллера. И, возможно, на двух языках сразу. Такой опыт у театра уже есть. У нас был такой проект по Джеку Лондону, когда спектакль игрался сразу на двух языках. То есть, например, три предложения, например, на русском, одно было на английском. Выстраивается диалог таким образом, что если человек хоть чуть-чуть владеет языком, то он, получается, сможет сразу вникать, потому что звучит спектакль, диалог звучит сразу на двух языках. На двух. Одновременно. Мысль начинается на одном, продолжается на другом. Это очень интересный проект. В спектакле сургутского музыкально-драматического театра в Германии увидели почти полторы тысячи человек. Сейчас же труппа работает в Сургуте. 19-й театральный сезон в нашем городе открыт, а это значит, что увидеть постановки СМДТ могут все желающие. Дмитрий Круховец, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости. Игрок сборной Кубы по волейболу теперь выступает за Сургут. Клуб «Газпром Югра» подписал контракт с доигровщиков. Его имя Йордан Бисетт, спортсмену 24 года. Нынешний сезон он начинал в другой команде российской суперлиги, Новокуйбышевской «Нови». Но по некоторым данным этот коллектив испытывает серьезные финансовые сложности. А в Сургуте, помимо того, что было свободное место для легионера, искали волейболиста, способного усилить игру команды в нападении и приеме. У Сургута хорошая команда, я рад стать ее частью. Хочу сказать спасибо руководству «Газпром Югры», что дали возможность продолжить карьеру в российской суперлиге. Я готов помочь своей новой команде, достичь хорошего результата. Могу играть на позиции доигровщика и диагонального. Сейчас волейболист набирает кондиции знакомиться с комбинациями своей новой команды, с игрой партнеров и требованиями тренерского штаба. Примечательно, что кубинец в этом сезоне успел сыграть против своей будущей команды. В составе Новокуйбышевской «Новы» в конце октября Йордан Бисетт приезжал в Сургут и помог клубу из Самарской области одержать над «Газпром Югрой» победу со счетом 3-0. А сам спортсмен набрал 14 очков и неплохо выглядел и в атаке, и в приеме мяча. Дебютировать за сургутян кубинский легионер может уже в ближайшую субботу. Завтра «Газпром Югра» примет новоуренгойский факел. Сборная «Югры» по кикбоксингу вошла в число лучших команд на всероссийских соревнованиях. Турнир Кубок Ермака прошел в Омске. Он объединил в себе фестиваль кикбоксинга для детей от 8 до 10 лет и Кубок России. От Ханты-Мансийского округа в Омск отправились 40 человек, 30 из них сургутяне. В итоге сборной региона удалось привезти домой 21 медаль. Спортсмены «Югры» 6 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала. Медали, я их заслужил, и это был Кубок России. И я был рад, когда получил медали. Было боев 4. И они были у меня такие нормальные. У меня, ну, когда я второе место получил, чуть-чуть расстроился. Такие результаты стали закономерным итогом развития кикбоксинга в Сургуте и Сургутском районе. Из 6 золотых медалей, которые завоевала команда «Югры», 5 первых мест на счету сургутских спортсменов. Сейчас ребята всех возрастов продолжают подготовку к своим стартам. Пика формы атлеты должны достичь в апреле, когда намечен чемпионат и первенство России. Танец – это история жизни. Вы готовы продлить свою историю? Продлите танец своей молодости. Идеальная обувь на любые холода. В магазинах «Жета» новая коллекция удобной, стильной и качественной обуви. Комфортные цены. Действует дисконтная система. Кировская меховая фабрика. Шубы вашей мечты. 17 и 18 ноября в ТЦ «Клубника». Второй этаж. Улица 30 лет Победы, 50. Кухни, спальни, детские шкафы-купе, мебель для офиса. Удивительно низкие цены. Торговый дом «Евро-офис». Улица Островского, 26, 3. Телефон 510-210. Ювелирный салон «Ринго» представляет обновленные коллекции «Кристалл», «Грёзы», «Бридж». Необычные формы и неповторимые дизайнерские решения завораживают. Цены официального сайта завода-изготовителя и работа на собственных площадях дают преимущество дополнительных скидок. Ринго. Выбирайте лучшее для любимых. Декабристов 9А. Хотите почувствовать себя звездой? Коралки-бар «Спой-птичка» приглашает в гости всех, кто идет с песней по жизни. Уютный зал на 60 мест, танцпол, разнообразные блюда, напитки и, конечно, любимые песни. Принимаем заявки на новогодние корпоративы. Звоните 97-21-97. С любимыми не расставайтесь. С друзьями почаще встречайтесь. И праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 3355-00. «Я страстно хочу похудеть! Я страстно хочу похудеть! Я страстно хочу похудеть!» Тренинг Лаптева Андрея Викторовича. 24 ноября. Гала-отель. Подробно на сайте «Доктор Лаптев». До сих пор ждешь, когда упадут цены на жилье? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас готовое жилье в 42-м микрорайоне. Однокомнатные квартиры от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Двухкомнатные от 3 миллионов 150 тысяч. И трехкомнатные от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский тракт. 2-1. Телефон отдела продаж в Сургуте. 600-190. Сигпромстрой. Добро пожаловать домой. И о погоде на 17 ноября. Здравствуйте, в студии Айгуль Кунахович. Новый Киосит. Интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера Киа на нефтьюганском шоссе 62-2 или по телефону 500-888. Генеральный партнер прогноза погоды Киа-Центр Сургут. Официальный дилер Киа на нефтьюганском шоссе 62-2. В субботу в большей части Западной Сибири скажется гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения. В регионе будут тесниться густые массивы снеговой облачности, а температурный фон на 4-6 градусов превысит климатическую норму под влиянием теплого и влажного океанического воздуха. Домашний погребок расширяет ассортимент товара. Мялкие и прессы для винограда, бочки и стеклотара, дрожжи и натуральные ароматизаторы для изготовления праздничных напитков. Домашний погребок. Торговые центры Агора и Богатырь. Ищите подарок? Сертификат от магазина «Домашний погребок». Удачное решение! В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, атмосферное давление будет падать и составить 762 мм ртутного столба. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам удачных выходных, будьте здоровы, до свидания! Редактор субтитров А.Семкин